Всем привет! Итак, сегодня хочу снять видеообзор на вот этот наборчик от фирмы Золотое Руно. Это новиночка этого года, 2017. В этом году начался выпуск такого набора. Называется он Ягодный букет. Размер вышивки 26,5х18,5 см. 32 цвета в наборе. И здесь 18 АИДА. Артикул набора OL008. Вот такой красивый букет должен получиться. Итак, смотрим наш набор. Конва 18 АИДА. Цвейгард входит в набор. Такая она приятная конва, то есть у нее жесткость хорошая, скажем так. Она не дубовая, не деревянная. И в то же время она не слишком мягкая. То есть с одной стороны на ней вполне можно вышивать без пялец, скажем так. С другой стороны в те же самые пяльцы она спокойно заправляется без каких-либо проблем. Иголочка также в наборе, в комплекте. Сразу вот здесь в конве она будет. Ниточки. Ниточки, ниточки у нас на двух органайзерах. Вот такие красные оттеночки ниток. Очень яркие, красивые. Разные оттенки зеленых ниточек, потому что листва там тоже разного цвета. Поэтому и оттеночки такие разные. Вот такие голубовато-сероватые оттеночки. Это уже для ягодок, видимо. И на втором органайзере. Вот такие цвета. Вот эти вот синенькие как раз для ягодок. Это уже точно. И вот такие из бежевых, беленькие. Приятные очень цвета. В принципе, ну это видно и по картинке, по букету. И если вот так вот вместе их сложить, вот такие красивые, красивые оттеночки перехода цветов. Нарезка ниточек стандартная для золотого руна, не длинная. Получается примерно где-то 55 сантиметров ниточки порезанная. Я сама не очень люблю короткую нарезку ниточек, но в принципе вышиваю без проблем. Просто не складываю ее пополам, как правило, а беру просто две ниточки и все. В общем-то для меня это трудностей не составляет. Еще вот в отдельном пакетике лежат вот такие вот ниточки. Здесь 7 моточков ниточек. Белый, 2 черных, 3 зеленых. Но они все, я так понимаю, разных оттеночков. Хотя довольно близкие по цвету. И один вот такой вот, малиновый какой-то такой оттенок. Это ниточки Сам Мигель называются. Написано, что сделано в Болгарии. Так, сделано в Болгарии. 8 метров моточки. Так же, в принципе, как и в большинстве других. Ну, вот такие вот ниточки. Насколько я знаю, такие нитки можно купить в сети магазина Золотое Руно. У нас в городе таких магазинов нет, но я просто читала об этом где-то на форуме. Видимо, такую информацию, что девчонки видели в продаже такие ниточки. Говорят, по качеству, в принципе, они достаточно приятные, хорошие. Ну, я не знаю, там как по совпадению палитр каких-то и так далее. Это я вообще не в курсе. Ну, вот такие, в принципе, белые и черные. Они, безусловно, я думаю, можно их использовать в любых подборах. Ну, а цветные нужно, конечно, как-то, видимо, сравнивать. Так, смотрим дальше. Дальше у нас отдельно идет ключ. Так, здесь у нас, ну, в принципе, со времен, когда я вышивала Лесного Стража, вроде бы ничего глобально не поменялось. Здесь, вот в этой части, все обозначения для вышивки крестом в две нити. То есть, эти вот все обозначения, все значки крестом в две нити вышиваются. Вот эта табличка, это бленды, смешение цветов. По одной нитке каждого цвета берется. Ну, сколько их тут блендочек получается? Девять, насколько я вижу. Дальше в этой части, вот здесь, полукрест в две нити. Только три оттеночка вышиваются полукрестом. И дальше здесь у нас бэкстич. Соответственно, один цвет в две нити вышивается, и два цвета в одну нить. Ну, то есть, вся информация здесь есть по вышивке. Так, так, про ниточки я не сказала. То есть, ниточки, которыми вышиваются, это ниточки Мадейра. Золотого руна всегда они. Дальше, листочек с инструкцией по вышиванию. То есть, здесь, ну, как обычно, стандартно, с чего начать. То, что вышивать лучше от центра. Что рекомендуется использовать пяльцы или рамку. Ну, и так далее. Как отделить нить, как вышивается крест, как вышивается... Ну, здесь даже три четверть крестики есть в инструкции, как вышивать назад иголку, закрепление нити и так далее. Даже с бисером есть информация. С обратной стороны то же самое все на английском языке. Вот такая инструкция. И, собственно, схема. Схема крупная, черно-белая. Как и всегда у золотого руна, мне нравится. Я люблю черно-белые схемы, потому что я закрашиваю схемы, как вы знаете, маркером. И для меня это крайне удобно. Очень удобно. Я вижу значки черно-белые без проблем. Я знаю, что некоторые как-то не очень с ними дружат. Для меня все замечательно и все нормально. Так, здесь у нас получается схема на трех листах. Но на третьем листе вот такой вот кусочек. Листы здесь получаются, наверное, от третьего формата. И вот два листа полностью заняты схемой. А третий лист это вот такой вот кусочек. Ну и есть размещение фрагментов схемы. Возможно, для этой вышивки это не так актуально. Здесь не так много листов. Но когда листов много, мне нравится, когда есть такой вот план, да, как это все располагается. Это удобно. Так, по схеме что посмотрим. Посмотрим. Ну, значки вполне читаемые, на мой взгляд. Backstitch. Вроде бы особо не вижу, чтобы где-то сильно закрывал обозначение. Ну, хотя, может, есть где-то. Ну и получается, основная часть Backstitch вот в верхнем листе и в среднем тоже есть частично. А ниже, там, где вазочка, там уже Backstitch не присутствует. По клеточкам, да, по крестикам размер получается 130 на 186 крестиков. Вот такой вот. Зашивка, естественно, неполная, как вы видите. То есть, в принципе, достаточно много пустого пространства остается. По бокам вверху и внизу в районе вазочки тоже, в общем-то, зашивка тут совсем неполная. Как я уже говорила, у меня этот набор будет вышивать мама. Она как раз сейчас едет ненадолго в поездку и хочет его взять с собой. Но мы решили, что на 18-й канве ей вышивать будет тяжеловато. И поэтому мы заменим канву на аналогичную, только 16-ю. 16-го каунта. Думаю, что на 16-м будет проще. На 14-й все-таки менять не стали. Во-первых, размер очень сильно увеличится. И, возможно, потеряется четкость этого букета. Потому что все-таки задуман он на 18-й канве. Это один момент. И второй, есть опасение, что на 14-ю не хватит ниток. А на 16-й, в принципе, увеличение идет не такое глобальное. Обычно, в общем-то, у Золотого Руна вроде бы с запасом ниток все в порядке. Не так много я вышивала их наборы. Но, в общем-то, проблем не помню, что бы возникало у меня там или у моих каких-то знакомых в плане ниточек. Поэтому, я думаю, что на 16-ю должно хватить ниток. Думаю, что я буду показывать вам тоже, как идет процесс вышивки. Так же, как я вам показываю сейчас тюльпоны, которые мама вышивает. Так же буду и потом показывать ягодный букет. Не знаю, как у нее быстро это пойдет. Ну, в параллельных процессах она, в принципе, обычно так не вышивает. Ну, посмотрим, сколько она успеет там вышить за дорогу. Может быть, чего-нибудь вам и покажу в следующих вот уже процессах за месяц. Ну, что ж, вот такой наборчик я вам сегодня показала. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а на сегодня все. Всего доброго. Пока-пока.